Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня у нас очень интересная тема о том, почему современные двигатели одноразовые, в том числе и на ВАЗах, и на всех иномарках. Почему они одноразовые и что с этим делать. Для начала хочу напомнить, что каждый из вас прямо сейчас может написать в комментариях свой вопрос или тему, на которую он хочет, чтобы снял я следующее видео. Если вопрос будет интересный или я увижу, что много людей интересуются этим вопросом, то уже завтра вы увидите детальные видео с разъяснением по данной теме, как и сейчас. Вот я снимаю, подписчик написал несколько раз, я вижу уже интересную людям эта тема. И вот я снимаю и сейчас вы все об этом узнаете. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь, я же не ленюсь снимать вам много видео каждый день. И прямо сейчас ставь лайк. Итак, мы начинаем. Почему современные двигатели одноразовые, да не только двигатели и машины в том числе. Ну, сегодня поговорим именно о двигателях, почему они одноразовые. Дело в том, что так сложилась история автомобилей строения. В 80-е, 90-е годы было среди автопроизводителей гонка, так сказать, кто сделает надежнее, кто сделает комфортнее, кто долговечнее. Была гонка, ой, у того двигатель полмиллионник, у того была погоня за этим, у того там ходовая неубиваемая, то есть и так далее. И в начале двухтысячных годов автопроизводители поняли, что они идут не по верному пути, потому что это бизнес, то есть они машины, грубо говоря, делают не, так сказать, не просто так, они на этом зарабатывают деньги. И они поняли, что если делать очень сильно надежные, долговечные машины и двигателя, то они теряют на этом. То есть и это коснулось не только автомобилей, а всех сфер, потому что все переключились, все сейчас делается одноразовое. Вся техника, телефонные компьютеры и все бытовое, это все в округе, все делается одноразовое, чтобы оно, чтобы мы чаще это все покупали и автомобили стали не исключением. И автопроизводители начали, реально это без прикола так и есть, начали думать, чесать голову, как же сделать двигателя и автомобили одноразовыми. То есть, как вы знаете, при покупке нового автомобиля зачастую в автосалонах дается 3 года гарантии и 100 тысяч километров пробега. Так вот, вот это и есть ресурс современного автомобиля. Да, они ездят больше, там и 200 и 300 тысяч, там и даже и по 500, то есть, но на этом рубеже 3 года или 100 тысяч, это примерно она соизмерима, если среднестатистический человек, понятно, некоторые меньше, некоторые больше, но это примерно статистика, что за 3 года человек накатывает 100 тысяч километров. И чтобы после этого машина тупо начала разваливаться. Поэтому многие люди, у которых есть деньги, они покупают новый автомобиль, ездят на нем 2-3 года и тупо потом его скидывают. Те, у кого потом денег поменьше, такие радостные, бегут, покупают и вот купил машину свежую, машине там 3-4-5 лет, вот свежачок. Раньше для нас свежачок была эта машина 10-15 лет, ну то такое. А сейчас вот там типа, да капец свежачок, за бешеные деньги, там купил себе иномарку, там бэху себе за 20 тысяч ей 4 года, а по факту на самом деле купил хлам, который начинает разваливаться и на нем будет разваливаться и будет стоить обслуживание бешеных денег. Поэтому я же говорю, и в частности двигателя, как же они додумались и как они сделали, чтобы двигателя были одноразовыми. Первое, что во многих современных двигателях, не только просто, чтобы двигателя были одноразовыми, а и чтобы вы их чаще ремонтировали. То есть, автобаз стал не исключением, тоже подключился к этой теме, конечно, с опозданием, как автобаз любит затормозить. Хоть тормоза у них не всегда хорошие на автомобилях, но тормозить они умеют. Так вот, получается, самая, меня больше убивает тема, это втыковость двигателей. То есть, что при обрыве ремня или цепи в разных современных двигателях по-разному, неважно. Гнет клапана. Ну, вот так даже мне там писали в комментариях, просто там такая форма камеры сгорания. Да камеру сгорания можно так замутить, что на поршне, что на головке блока, что те клапаны в жизни, и чтобы форма была хорошая, и для воспламенения была хорошая. И все было нормально. Вот, допустим, в автобазе, допустим, 16 клапанек, да, у него и поршень нормальный, 124 двигатель, и поршень нормальный, и форма камеры сгорания, и свеча там в центре, и воспламенение, и он безвтыковый. Так само и на маршне двигателя, то есть, они намеренно делают, чтобы оно было втыковое, для того, чтобы у вас там рвануло, и вы сразу попадаете на клапана. А представьте, если у вас какой-то двигатель V6, V8, у которого там 36 клапанов, 48 клапанов, представляете, да, попадется на какие деньги сразу, то есть. И получается, то есть, ну, это я уже загнул там, пошел дальше. Я имею в виду, допустим, если там V8, там у вас 36 клапанов, если там V10, там и больше, грубо говоря, то есть. Так вот, получается, вы сразу попадаете на кучу денег. Представьте, это же не дешевое двойство. Да даже если в 16 клапаник при образке рвануло у вас ремень, и у вас сразу видно 16 клапанов. Плюс разборка, плюс прокладка головки блока, плюс заодно уже сальник поменять, то есть, они факт еще может и направляющую при этом сломать, а может и поршень развалить, а может и шатун погнуть, то есть, а может даже и коленвал сломать в некоторых случаях, то есть. То есть, по-разному бывает, смотря еще как обламывает, ну, загибает клапан. То есть, и поэтому вы попадаете на кучу денег и на работу, плюс, а представьте, если у вас иномарка, сколько это стоит, то есть, там только увидят, что крутая иномарка, пеха заехала там 5 лет ей, то есть, и вы попадаете на кучу денег. Это момент понятнее. Дальше, стали делать поршневую очень слабую, то есть, опять же, тот же АвтоВАЗ со своими грантовскими и приоровскими поршневыми, и в иномарках та же самая тема, чтобы вот 100 тысяч оно прошло, и больше оно вам, грубо говоря, не ходило. То, что оно дальше ездит, понятно, что оно ездит, даже если когда поршень будет там болтаться уже, он все равно будет ездить, если там ничего не отвалилось. То есть, ну, уже ответил не будет отдавать свою мощность, уже не будет такой экономичности и эффективности, то есть, потому что он одноразовый. Также, получается, делают алюминиевые блоки, то есть, ну, я имею в виду не алюминиевые, блоки, понятно, что алюминиевый блок это хорошо, с литого алюминия, и просто делают на стенках, то есть, гильзы, по факту нету, то есть, делают просто напыление, и даже, и, типа, ездите так, типа, Олдь там в Европе, хороший бензин, оно ездит, а у нас, чем заливают, что попало, оно вообще не ездит, да и там оно все равно, эти две теля, во-первых, не ремонтопригодные по факту, то есть, там нельзя уже там что-то расточить, как у нас там, расточил там троечный 82 и летишься за 200, то есть, ну, образно. То есть, старые иномарочные, так же самое, можно было отточить все в размеры, там тоже есть свои, там, гелизовки, но, опять же, это попадос на деньги, это для того, чтобы покупали больше, так же самое, современные две теля, вкладыши долго не живут, в некоторых две телях там вкладыши чуть-чуть нерасходный материал, то есть, там, чуть-чуть, примерно, там, через определенный пробег, и надо вкладыши менять, хотя раньше, главное, умели делать те вкладыши, которые миллион проходили, миллион проходили две теля, при том, что тоже их заливали туда, что хотели, в те две теля, они были неубиваемые, а сейчас почему-то не получается у них, чтобы металл изменился, просто намеренно, конечно, с более мягкого металла сделали, и все. Так же самое, масляные системы делают такие, что начинаются, там, проблемы с маслоподачей, двигателя современные греются, то есть, возьмите новые, там, допустим, даже те же BMW, вообще, BMW, это и все иномарки, особенно BMW, но это ломучие такие машины, там, возьмите новые, хоть X5, хоть X6, там, хоть новые G-версии, F-версии, машина просто ломучая, прошла три года, все, и до свидания, она разваливается, все, и греется, и электрика вся сыпется, что, раньше могли электрику делать нормально, сейчас разучились, понятно, что сейчас нас замудрили, там, уже такое, что уже сами не знают, что там машина должна вытворять, но, опять же, просто делают одноразовое, то есть, и то, что вы сейчас раньше были, о, там, купил свежую машину, да, ты купил, там, в 90-х годах машину, которой 3-4 года, ты сейчас до сих пор на ней ездишь, спустя, там, 30 лет, грубо говоря, и особо не паришься, если смотрел за ней, сейчас же, если купить машину за, там, 3-4 года, то через 3-4 года она у тебя развалится, а то, что было куплено в 90-х, будет ездить дальше, у меня Nissan турбовый 200SX, с 89-го года машина, у неё состояние кузова, и как будто машине 5 лет, ни ржавчины, вообще нигде, ни капли, то есть, при том, что ей ходят, как всегда, легенды, что Nissan гниют сильно, в сравнении, там, с Toyota, ну, это будет отдельное всё видео, вообще машина, как будто ей, я не знаю, 5 лет, реально, то есть, вообще ни ржавчины, ничего, вообще, ни капли, ни на днище, ни на пороге, ни на крыле, вообще нигде нету, то есть, возьмите сейчас новые, те же Nissan, посмотрите, они там через 5 лет уже все в ржавчине, то есть, особенно, если ездят по городам, ну, то такое, поэтому машины стали делать одноразово, я уже не говорю про то, как электроника начинает, там, BMW ездят, гирлянда на приборной панели, всё, чеки все горят, ошибки все повыбивали, да, оно едет, как оно едет, расход, то есть, ну, раньше могли там делать, опять же, сейчас разучились, не, не разучились, это всё намеренно сделано, чтобы вы ездили на их дилерские СТО, и платили бешеные деньги, они будут создавать вид, что, типа, что-то там делают, а на самом деле, да, что там делать, если оно изначально, будем так сказать, если конструкция изначально слабая, как бы вы её не ремонтируете, ничего с ней не будет, допустим, вот, к примеру, как на примере ВАЗа, восьмёрка изначально конструкция заложена, что она надёжная и простая, всё, ВАЗ классика ненадёжная изначально, потому что древняя конструкция, как бы вы там её не делали, не восстанавливали, оно ничего не поможет, поэтому я же говорю, современные автомобили одноразовые, сейчас, понятно, хочется что-то новое, свежее, ну, надо именно смотреть, потому что не всегда новое, свежее, это хорошо, то есть, нужно... Есть хорошие машины, есть среди свежих машин, но они стоят, во-первых, бешеных денег, и это определённые модели. Каждая марка, чтобы вы знали, в своей категории имеет хорошие, надёжные машины, но общая масса этих автомобилей... Вот приведу, допустим, пример, с тех же Ниссанов, да? Все Ниссаны, буду так говорить, говно из новых, кроме, допустим, ГТР, да? Ну, он стоит бешеных денег, то есть, ну, и там, да, технологии. И то, даже в нём заложили ненадёжность конструкции, там, и муфты, и коробки, то есть, начинают морочить голову, сам по себе, две эти надёжные, ну, партись, платите деньги за бешеные, за проблемами с трансмиссией. То есть, ну, я же говорю, а остальные, допустим, с завода выезжают, три года отъездили, и до свидания. Поэтому всё сейчас одноразовое, с этим надо смириться, и ничего мы с этим не сделаем. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой карбюраторов и головок блока, то есть, каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Занимаю, работаю по наложке новой почты, то есть, каждый из вас может прислать на доработку. На канале есть много видео детальных, где рассказано и показано, как это всё дело дорабатывается, для чего, и всё остальное. Под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Звоните, я всегда на связи, то есть, напрямую можете заказывать. А у кого есть какие-то комментарии, прямо под видео в описании, то есть, под видео в комментариях, пишите свои вопросы. Я все их читаю, по возможности на все стараюсь отвечать. Также напоминаю, что прямо сейчас можете написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует. Если они будут интересны, то уже завтра получите на них детальный, развернутый видеоответ со всеми пояснениями. А кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Так как YouTube поменял свои алгоритмы, и теперь для того, чтобы получать уведомления, нужно быть не только подписанным на канал, но и нажать на колокольчик. Это можно сделать под видео в описании, возле ярлычка подписка. Если ты ещё не подписанный, обязательно подпишись на канал и нажимайте на колокольчик рядом, и тогда вам будет приходить уведомление о новых видео. Или на главной странице моего канала, также возле ярлычка подписка, есть колокольчик, нажимайте, потому что я за день выпускаю очень много интересных познавательных видео, и можно пропустить много интересной информации о вашем автомобиле. Делитесь данным видео со своими друзьями, тогда канал будет развиваться быстрее, тогда будет больше интересных познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.